Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Руководство Госдумы подвергло критике, внесенной недавно в Нижнюю палату парламента законопроекта снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км в час Дескать, предложение не имеет под собой серьезного обоснования Это во-первых. Во-вторых, оно может повлечь рост коррупции и числа ошибок при определении превышения скорости В-третьих, для ужесточения сейчас не самое подходящее время. Коронавирус снова наступает Трасса 101 Интернет наводнили сайты с предложением быстро и недорого пройти технический осмотр Причем зачастую и ехать-то никуда не надо Как сообщают известия, в мае специалисты зафиксировали рост числа таких ресурсов в пять раз Эксперты говорят, что связываться с такими дельцами не надо В лучшем случае диагностическая карта окажется поддельной, а в худшем гражданин лишится своих денег Плюс переданная мошенникам информация может быть использована в противоправных целях Трасса 101 Московские автомобилисты стали массово жаловаться на то, что им приходят письма счастья, в которых отсутствуют фотографии Многие усомнились в законности таких постановлений и пошли их обжаловать На удивление, госавтоинспекция отреагировала спокойно Официального заявления ведомство не делало, но от средств массовой информации ГИБДД не скрывает, что в системе фото-видеофиксации нарушений ПДД в российской столице произошел сбой Скоро его обещают устранить Трасса 101 Автоваз перестанет делать дешевые автомобили, если их можно, конечно, назвать дешевыми с учетом многократных подорожаний за последний год В ближайшие годы Тольяттинский завод представит абсолютно новую линейку авто стоимостью от 1 миллиона рублей Об этом заявил президент предприятия Николя Мор Иностранец заметил, что Лады сейчас стоят намного дешевле своих зарубежных конкурентов Если Автоваз стремится стать по-настоящему европейским автопроизводителем, то цены не должны быть такими, как сейчас Трасса 101 Покупка поддержанного автомобиля нередко схожа с лотереей Не воспользуешься доступными методами проверки, вот и будешь потом маяться 96% россиян и впрямь испытывают страх перед приобретением авто с пробегом По данным сервиса Автотека, большинство респондентов боятся того, что машина побывала в серьезном ДТП Также в первой тройке фобий, сокрытие серьезного ремонта и возможное нахождение транспортного средства в залоге Далее идут скручивания пробега и ограничения на регистрационные действия На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова До свидания Трасса 101